Вот здесь у нас предполагается дом и туда дальше баня. То есть вот здесь был бы уже залит фундамент, по всему периметру стоял бы забор. А пока стоит лишь одинокая береза. Жительница Барнаула Ирина Щетинина не может начать строительство дома в поселке Власиха. Причина – отсутствие электричества. В 22-м году мной был заключен договор с Пауэруссети Сибири на установку электрического столба и на осуществление технологического подключения. Это так называется. По договору в течение шести месяцев они должны были исполнить свои обязательства. Однако сроки были нарушены, поэтому в январе 23-го года я обратилась с иском в суд. Суд был мной выигран. Однако на сегодняшний день Пауэруссети свои обязательства не исполнили. Нет финансовой возможности, пишут Россети в официальных ответах Ирине. А между тем земельный участок женщина получила как многодетная мама. Переезд из многоэтажки в частный дом – мера вынужденная. Дочка Настя – инвалид. Ей физически тяжело подниматься на восьмой этаж в квартиру. Вот семья и решилась на смену локации. Не можем сделать ничего. То есть даже элементарно для того, чтобы поставить забор, нужно заливать столбы. Заливать столбы нужно электричество для того, чтобы перемешать этот бетон в этой бетономешалке. Но ни один из соседей, я думаю, не согласится бросить мне переноску и за свой счет оплатить это. Юристы советуют Ирине добиваться обустройства электростолба. Тем более, что на это есть законные основания. Учитывая, что есть решение суда и исполнительное производство уже имеется, если судебный пристав не предпринимает никаких действий на предмет исполнения этого решения, то необходимо обратиться с жалобой вышестоящему судебному приставу к руководителю. Решению проблемы поможет и прокуратура. Тем более, что в истории фигурирует ребенок с инвалидностью. Но в любом случае, в этом году начать строительство долгожданного дома уже не получится. Наступают холода. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.